Да, тот, кто ведет недобросовестную деятельность, как правило, сталкивается с законом и судом. В Перми оштрафовали организатора Пермского пансионата для пенсионеров «Добрые руки». С июня по октябрь 2020 года женщина, являясь гендиректором общества с ограниченной ответственностью, организовала в нежилом здании Центр временного пребывания пожилых людей. Что же было не так, знает моя коллега Ольга Максименко. Оля, здравствуй. О каких нарушениях, если они есть, идет речь? Да, приветствую, коллеги. В этом самом центре без привлечения необходимых специалистов оказывали платные услуги по социальному обслуживанию. Однако они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья. Также в учреждении вели медицинскую деятельность с грубым нарушением лицензионных требований. В ходе расследования проведено 25 экспертиз и исследований, потерпевшими признаны 16 пенсионеров, которым оказывали услуги в этом центре. Всех их поместили в медицинские учреждения. Для возмещения им ущерба арестовано имущество на 20 миллионов рублей. Суд приговорил организатора к штрафу в 250 тысяч рублей. А в часовом экс-директора спортшколы признали виновным в растрате. Обвиняемый, занимая указанную должность, в 2019 году выезжал на служебном автомобиле в отпуск в Республику Крым. Топливные расходы покрывал за счет бюджетных средств школы, сообщили в прокуратуре Пермского края. Суд обязал экс-директора школы выплатить штраф в 100 тысяч рублей. В Соликамске наказали другого бизнесмена. Предприниматель платил зарплату один раз в месяц, в то время как законом предусмотрено два раза. По итогам проверки прокурор внес представление, после чего работодатель пересмотрел выплату и начал радовать своих подчиненных, как и положено, дважды в месяц. Но сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков в Краснокамске получили оперативную информацию, что местный житель может быть причастен к сбыту наркотиков. В ходе проверки 22-летнего подозреваемого задержали. У него обнаружили и изъяли два пакетика, обернутые синей изолентой с наркотическим веществом. Задержанный рассказал, что он уже успел разложить 18 тайников закладок в Краснокамске. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. При обыске в квартире у него были изъяты весы, возбуждено уголовное дело подозреваемой под стражей. Сотрудники напоминают, что обо всех известных вам фактах распространения употребления и хранения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102 или 112.